я с большой радостью сегодня опять продолжу рассказы о великом аризале и сегодня я вам расскажу много очень интересных историй здравствуйте зоя здравствуйте бейла всем большой шалом все большой привет очень рада что вы здесь сегодня со мной потому что надеюсь что сегодня вы услышите очень много интересного для себя и истории о том какого уровня вообще был аризаль как пошла дальше его жизнь после того как он приехал в в израиль еще много чего интересного дорогие друзья я хотела бы сейчас объявить о том что этот урок я хочу посвятить выздоровлению очень очень хорошего и очень важного человека его зовут и юда мендель бен фаина этот человек это очень большого уровня психолог который помогает огромному количеству людей он буквально спасает людей спасает семьи молится очень много за других людей и вот его постигла такое испытание что у него очень сложная форма к вида я прошу вас всех молиться за него юда мендель бен фаина а я свою свою лекцию посвящаю вот для его выздоровления прошу чтобы господь принял это за выздоровление быстрейшего и скорейшего выздоровления этого замечательного человека продолжая рассказывая рассказывать о великом аризали я остановилась на прошлой неделе вы помните да на том что когда аризали еще жил в египте он жил последнее время 20 лет он жил буквально таким образом проживал уединенной хижине на берегу нила там он проводил практически все дни недели иногда не иногда каждую пятницу возвращался небольшое время домой а потом опять раз возвращался в свой домик в это для того чтобы получать великие секреты изучать он поднимался высшие миры мы знаем что цадик он живет между двумя мирами он соединяет наш мир мальхуд с высшими мирами то есть это то что сложно иногда понятие может для нас показаться как какая-то сказка но тем не менее это является является истиной и вот проведя 20 лет вот такому вот такой жизни он был очень доволен такой жизнью аризалю пришел или я хуанави пророк и лес и сказал ему о том что он должен покинуть египет и поселиться в израиль для того чтобы открыться другим и как великий цадик но это объявление не понравилось аризалю почему потому что он понимал что вот это вот совершенно жизнь элитная такая да когда он не должен был ни о чем заботиться что заботу о материальном положении семей взял на себя его его свекор или тесть не знаю его короче брат его жены и жизнь это очень нравилось аризалю но он должен был с ней расстаться с этой жизнью но пророк или с его заверил что он будет продолжать к нему приходить и более того на земле израиля которая является святой землей секреты ему раз раскроются еще более глубокие и еще более в таком обширном плане и объяснил также резали что напомнил не то что объяснила напомнил что египет в принципе не является это является не чистой землей потому что кто знает из истории еврейского народа когда евреи были в рабстве и в египте и потом вышли из египта они оттуда забрали вообще все искры света которые только были возможно еще в той стране и поэтому уже там конечно было очень хорошо жить тоже в то время но нужно было покинуть резали ту землю и также ему или сказал что в скорости в принципе он должен будет покинуть этот мир поэтому давали забирай чемоданчики приезжай ну и таким образом аризаль переехал в цфат и цфат был в то время хочу вам описать каким местом в то время являлся цфат это значит аризаль туда переехал это был 1570 год а сведения вот об о том как как какая обстановку была цфате мы имеем по письменным различным оставленным там различным очеркам письмам где-то датируем их 1532-33 годом значит цфат в то время находился вообще израиль находился под властью атаманской империи и как раз атаманы они очень были благосклонны к евреям они уважали еврейские традиции и евреям очень хорошо жилось в то время и цфат тогда атаманы объявили столице галилеи он находился на пересечении трех таких важных дорог которые вели в дамаск в ваку и и в седон то есть главные порты израиля которые находились на севере и надо сказать что вот это вот пересечении вот этих дорог сделала сделала цфат огромным такому таким торговым центром для нас сейчас это кажется странным потому что кто из вас был в цфате видит что это маленький совершенно городок такой да а тогда это был такой вообще могущий такой коммерческий центр что было характерно как раз для того времени в цфате процветала очень там скотоводство да то есть было очень много овечек и вот эти овечек стада овец очень большое количество стад овцевые давали большое количество шерсти из этой шерсти делались ткани высочайшего уровня то есть все ткани производимые в цфате они имели большую большую очень славу они слабились своим высочайшим качеством были очень тоненькие очень 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 хорошие и но это как как фирма такая была своя да то есть если сейчас мы покупаем rolex мы знаем что это будет вообще по и материал шикарный это будет и дизайн шикарный то есть фирма rolex и вот такая фирма была в цфате еще что овечки производят молоко то есть из молока производили все молочные продукты высочайшего тоже уровня высочайшего качества очень славился имел огромную популярность сыр в то время производимый в цфате он имел необычайный вкус утонченный и поэтому рынке всех для продажи этого сыра были открыты его во всех совершенно сторонах и также очень было много оливковых деревьев и оливки и понятно это производство оливкового масла а кроме этого также производили продукты косметики и продукты для косметики потом подождите правильно для кухни и и вот этим мыло моющие средства то есть представляете еда моющие средства косметики цфат провинция цфата была очень очень богатой туда стекались евреи буквально со всего мира потому что понятно такой уровень высокий материальной жизни каждой семье давала возможность жить очень хорошо на материальном уровне кроме того это был также и духовный центр потому что мы знаем что в цфате находятся находились и находятся могилы и там есть известное кладбище захоронение вообще великих личностей великих лидеров еврейского народа за все за все времена там находится в частности на горе мирон могила равшимона барюхая его сына его сына и лазара различных других раввинов цадиким и поэтому вся земля цфата она пропитан вот этой святостью то есть там воздух даже другой кстати говоря о воздухе что воздух был очень хороший климат был хороший и был чистый очень воздух в цфате и поэтому это был такой вот населенный вообще очень привлекательный центр куда с удовольствием стекалось много много людей для жизни для прекрасной жизни ну и надо сказать что туда естественно съезжались тоже великие мудрецы того времени жить и все предыдущие учителя аризаля аравийц хака лури они тоже уже переселялись и переселялись в израиль туда в цфат кстати когда туда приехал аризалю он встретил там своих учителей вот и значит вот это вот ситуация такая прекрасная была туда кстати тоже очень много приезжали иммигрантов из испании из португалии которые бежали от инквизиции то есть это уже мы говорим о следующем поколении это были уже дети пострадавших от инквизиции часто это были люди принявшие христианство а их дети уже возвращались опять в иудаизм возвращаясь в израиль вот такая вот ситуация есть одно письмо путешественника вот датируемая 1532 33 годом который рассказывает об цфате как вообще необыкновенном оазите таком семейном семейной жизни там жили и евреи и арабы евреи имели три синагоги этаж кенасская синагога нет извините сифарская синагога потом местных евреев синагога и также синагога магариби это евреев происходивших из северной африки все между собой прекрасно уживались прекрасно жили вот и правильно и и материальное и духовное благополучие она конечно все мы хотели бы жить вот в таких условиях и известный иосиф кару составивший свод еврейских законов книгу шулхан арух писал тоже в своем одном послании описывал вот это вот необычайную ситуацию в истории он это видел с позиции как того что всевышний акадош баруху он как бы сжалился в то время над еврейским народом над своим многострадальным народом который претерпел столько бедствий столько гонений за все века что в конце концов всевышний сжалился над народом над своим и дал ему какой-то временный покой вот на этой прекрасной земле где могли бы евреи процветать хотя бы какое-то пусть небольшое недлительное количество времени но тем не менее вот и конечно сфат был перенаселен и атаманы там один губернат был против но потом пришел к другой губернат и расширяли тоже по построили другой район для жизни чтобы можно было расширить вот эти вот районы для права для обыкновенных жителей ну понятно это мусульмане делали тоже не 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 как добрые самаритяне они получали с этого хорошие налоги но если можно платить как говорится то можно и взимать взимать плату так у меня тут ветер немножко дует листик листик открывается подождите дорогие друзья ну а теперь не хотелось бы вам рассказать вот такую интересную одну историю о том как какими способностями обладал на то время аризаль вот эта история произошла когда он уже прожил прожил достаточное время в цвате и эта история произошла с великим подождите две монеты это называется история две монеты чтобы ничего не перепутать так ладно я уже перепутала здесь запуталась свои книжки хорошо буду на память говорить значит история говорила о том что так не так мне не нравится хорошо как я уже сказала в то время в цвате жили очень великие очень великие лидеры они были видели им великие умы и великие вообще люди еврейского вообще народа и каждый раввин буквально был просто ну ну жемчужиной и вот на всех этих уровнях жемчужина их жемчужина этих или или бриллиантов аризали он был на все на самом верху и вот как-то рави аризали навестил раф муше галанти он сказал ему о том что это был очень великий человек это был садик естественно как же так без этого вот и он понимал что что-то происходит что что-то он делает не так потому что он чувствовал что какой то есть на нем грех но не мог понять потому что он старался исполнять вообще аллаху жить по жить папа папа по правилам по еврейским законам по торе но понимал что что-то происходит и он пришел к аризалию сказал посмотри пожалуйста на меня скажи мне что какой грех вообще на мне потому что я чувствую что что-то есть аризали ему на то ответил что он вообще кто он такой чтобы великому мудрецу такой как рави муше говорить такие вещи про его текун не имеет такого права нежелания на что стал его уговаривать в рави муше говорит пожалуйста я тебя умоляю я у тебя умоляю посмотри потому что я знаю что что-то происходит но не понимаю что потому что все что я о чем думал я не я не понимаю что происходит но я знаю потому что если ты мне не не расскажешь не расскажешь как я могу исправить этот грех тогда мне придется в могилу вообще уйти с этим грехом и много то что я уже сделал в этой жизни хорошего просто может просто пойти так сказать на смарку и ну короче не дай бог ну и аризаль согласился вы знаете что у человека на лбу написан весь его приговор то есть глядя настоящий цадик он глядя на лоб человеку он говорит какой на нем грех и как его можно исправить и аризаль посмотрел на лоб рави муше и сказал ему ты знаешь на тебе воровство то есть у тебя есть маленькая пятнышка которая говорит о том что ты совершил какое-то воровство ну раф маше был просто в шоке вы представляете цадик которого говорят которым говорят что он вор то есть он был просто чуть не обморок его хватил он стал вообще про продумывать анализировать буквально к свой каждый шаг каждую свою минуту своей жизни ничего в голову не приходит что такое как он мог быть вором ничего не понимал но надо сказать что рави муше был очень состоятельным человеком у него была вот такая небольшая мануфактура фабрика на которой производились вот эти вот все известные известный материал шерстяной производитель шерсти он был и у него было много работников и он значит стал думать о том как же он может быть неправильно платил своим работникам ничего опять-таки не мог придумать тогда он собрал собрание позвал всех своих работников и сказал им очень серьезно прошу вас пожалуйста проверьте свои свои зарплату правильно ли я вам вообще платил потому что у меня есть подозрение что я вам и вам неправильно платил на что ему все его рабочие сказали что нет 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 такого не может быть всегда мы получали правильную зарплату ничего нам в голову даже не приходит раф муше стал всех уговаривать и сказал им дорогие мои друзья я вас умоляю пожалуйста пожалуйста посчитайте подумайте хорошо потому что очень для меня важно на мне говорит какой то есть грех вот такого денежной или или вороства или что-то который я даже не смогу смыть в емкий пур то есть это грех не смывается в емкий пур воровства даже если ты раскаиваешься то есть его нужно другим образом исправлять пожалуйста я я прошу вас еще раз присмотрите пересмотрите что я вам должен кому-то что должен я вам с удовольствием все это верну но никто ничего не не хотел не признавал не говорит нет нет тогда раф муше поставил просто мешок на стол перед всеми и сказал что вот я говорю вам что даже если вы не помните все равно берите ради бога деньги я вам всех их подарю даже если вы просто ошиблись но представляете на каком духовном уровне находились люди в то время что никто даже не посмел сказал нет нет мы на себя такой грех брать на душу не будем вы вообще такой прекрасный общий наш начальник всегда так щедро нам платить за нашу работу и еще мы возьмем что-то там нет 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 даже даже об этом речи быть не могло никто ничего не хотел брать и раф муша уже был грустным не знал что вообще ему делать как вообще уговорить людей как тут поднимается одна женщина уже в возрасте пожилая поднялась подошла к этому к мешку денег взяла оттуда две монетки и отошла то есть ей раф муша говорит ой что что взяла две монетки возьми пожалуйста побольше потому что денег-то много она сказала что нет мне не надо больше вот это вот две монеты то что что ты мне должен и конечно раф муша был вообще полном шоке ничего не понял что происходит взял этот мешок пошел опять к резалю поставил перед ним этот мешок говорит посмотри на мой лоб что там теперь что теперь говорится ну а ризоль посмотрел говорит что все нормально грех искуплен никакого воровства больше нет и тогда конечно раф муша попросил объяснить аризали а что произошло где почему был совершен вот такой грех которого и он даже не мог вообще узнать и ему аризали объяснил что эта женщина она была самая такая старшая работница на его фабрике которая обладала огромным-огромным опытом и работала настолько качественно настолько лучше других что ту зарплату которая она получала такую же как и другие она была не соответствовала ее мастерству то есть ей нужно было платить зарплату больше ну и таким образом слава богу было выяснено вот разъяснено это это такое небольшое недоразумение и грех был стерт с этого известного раввина ну и женщина тоже осталось из того осталось довольна все все остались при своих то есть всем стало хорошо и еще такая одна история насколько аризаль равеец хаклуре умела понимать языки всех мы знаем что душу имеет абсолютно все все что есть все что нас окружает до стул подсвечник лампочка ковер все что мы видим имеет свою душу на определенном уровне подтверждает эта наука когда кажется предмет жесткий стоит не двигается но когда смотрит смотрите в микроскоп ну может быть не не обыкновенный микроскоп при рассмотрении в микроскоп мы знаем прекрасно что любая клетка состоит из из атомов там различных электронов протонов и так далее то есть жизнь есть совершенно во всех абсолютно предметах и вот то есть если жизнь то эти предметы каким-то образом с собой общаются и раф и цхаклуре умел знал языки вот любых предметов он понимал любой язык один раз он также на шаббат ночью шаббат он изучал часто очень известным тоже раввином юзеф ашкенази они изучали мишну юзеф ашкенази он был очень известный тоже своим знанием мишны и уже в последующие времена часто упоминают его имя в комментариях к мишне и так далее его значит они в шаббат имели привычку изучать мишну и вот когда они изучали свечка которая освещала комнату она стала шипеть вот так двигаться бегать вот так вот бегать бегать шипеть в течение 15 минут что-то странное происходило со свечой а потом она успокоилась опять стала на место и опять стала спокойно гореть как ни в чем не бывало ну и когда закончили уже изучение и раф цхаклурия аризаль уже собрался идти домой он попросил чтобы его старший сын вот этого раввина раввина юзефа проводил никогда такого не было никогда он не просил никого его проводить а тут какая-то произошла по исключению всех правил и сын который тоже был раввином пошел аризаля провожать и когда они вышли из дома аризаля его спросил а как вообще чувствует себя ваш твой брат младший тот удивился говорит да нет замечательно он себя чувствует все нормально вот спит сейчас в своей кроватке ну его аризаль просто предупредил что вот свеча которая вот сегодня так себя странно вела в течение 15 минут она рассказала ему что этот мальчик должен будет умереть к сожалению ну так и произошло в течение этой недели мальчик совершенно внезапно умер но аризаль видите он уже знал об этом он предупредил семью что и так произойдет вот такое вот грустное событие но которое говорит о том на каком уровне находился аризаль дорогие друзья я вам хотела рассказать еще одну сегодня историю но я смотрю что время поджимает уже 25 минут если сейчас начну еще рассказывать опять это уйдет очень много времени и не хочу вас больше задерживать давайте следующую историю вам расскажу в следующий раз я желаю вам всех всех благ на эту неделю еще раз прошу вас молиться пожалуйста дорогие друзья за выздоровление Юды Мендель Бен Фаина замечательного человека который тоже помогает огромному числу людей спасибо вам большое что вы были внимательны терпеливы всех всех вам благ также от моего имени и увидимся с вами без раташем на следующей неделе до свидания всем дорогие друзья до свидания до свидания до свидания до свидания